Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете про правильное питание. Как правильно пить воду. Про различные диеты. Насколько они полезны для вашего здоровья. Как правильно вести здоровый образ жизни. Чтобы всю жизнь заниматься профилактикой на высоком уровне здоровья. Чтобы не попадать на лечение различных заболеваний. На соответственно более низком уровне здоровья. А в этом видео решил написать небольшой такой мастер-класс. Как же правильно выбрать и жевать морковку. Чтобы польза для вашего здоровья была максимальной. Смотрите видео дальше. Я думаю много интересной и полезной информации вы для себя получите. Для проведения мастер-класса. Как же правильно выбрать и пережевывать растительную пищу. Я выбрал морковь. Примерно одинаковой формы. Примерно одинакового размера. Купленную на одной торговой точке. Поэтому я понимаю, что она и выращена примерно одинаковых условиях. И при всей их схожести у них есть одно кардинальное отличие. Вот эта морковка наполнена бета-каротином. То есть неактивной формой витамина А. Бета-каротин это провитамин А. При активации которого в организме появляется активная форма витамин А. И вы получаете бонусы в виде улучшения зрения. Улучшения работы сердечно-сосудистой системы. При предупреждении либо замедлении развития атеростероза сосудов. Укрепляется ваш иммунитет. Уменьшается вероятность развития онкологии. А имеющаяся онкология развивается менее активно. И у вашей иммунной системы вновь появляется шанс справиться с этим не самым простым заболеванием. Вот эта морковка. Она наполнена в два раза большим количеством. По количеству молекул. Но уже активной формы витамина А. Несмотря на то что витамин А это витамин животного происхождения. Но в этой морковке его в два раза больше чем бета-каротина в этой морковке. Соответственно превращаться уже витамину А в активную форму не нужно. Он уже тут активен. И может реализовывать те действия без посредников. А какие же посредники нужны для того чтобы бета-каротин превратить в активную форму витамина А? Вы узнаете прямо сейчас. Ошибаются те кто считает что единственное условие для полноценного усвоения бета-каротина либо витамина А из моркови это наличие рядом с ними жиров. Да действительно своих жиров ни та ни другая морковь в достаточном количестве не содержит. Поэтому без жиров и бета-каротин и витамина уходят в окружающую среду с содержимым кишечника. И от вас зависит комбинировать с жирами животного происхождения либо растительного. Это дело вашего вкуса. Но! Жиры это обязательное. Но далеко не единственное условие полноценного усвоения этих достаточно ценных витаминов. О том какие условия еще нужно учитывать вы узнаете прямо сейчас. Еще одно очень важное условие полноценного усвоения как бета-каротина так и витамина А. Это отсутствие хронического панкреатита, дискинезии желчного на этом фоне либо желчекаменной болезни. Просто в этих условиях значительно хуже усваивается бета-каротин. Так как такая морковка усиливает явление диспанкреатизма. В которых липаза поджелудочной железы не может быть активирована полноценно желчью. И жирорастворимые вещества как и жиры очень плохо усваиваются. Это также обязательное но тоже далеко не единственное условие полноценного усвоения как бета-каротина так и витамина А. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Еще одно обязательное условие более полноценного усвоения как бета-каротина так и витамина А из моркови. Отсутствие дисбиоза либо дисбактериоза кишечника. Иными словами хорошее соотношение условно-патогенной и патогенной микрофлоры в кишечнике. И в данном случае лучше усваивается витамин А из моркови чем бета-каротин из моркови. Потому как морковь с бета-каротином не способствует активному размножению именно сапрофитной или условно-патогенной микрофлоры кишечника. А морковь с витамином А как раз способствует обратному процессу подкармливая сапрофитную микрофлору. Способствует нормализации соотношения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике. Что отражается как на состоянии собственной пищеварительной системы так и на всасывании не только витамина А либо бета-каротина. Еще одно условие которое необходимо учитывать отсутствие энтероколита. Который может быть как на фоне дисбактериоза кишечника так и самостоятельное заболевание. И в данном случае вновь бонус морковки с витамином А по отношению к морковке с бета-каротином. Потому как витамин А всасываясь даже через стенку воспаленного кишечника дальнейших превращений в организме не требует. А вот бета-каротин ему нужно превратиться в стенки кишечника в активную форму. То есть витамин А. И в данном случае при равном всасывании из просвета кишечника в кровь значительно меньшее количество витамина А появится в организме. Если вы употребили морковку с бета-каротином. А вот какое еще условие нужно обязательно учитывать для полноценного усвоения этих витаминов. Вы узнаете прямо сейчас. Еще одно обязательное условие для регулярного поступления в организм. Как бета-каротина так и витамина А из моркови. Отсутствие воспалительных процессов в начальных отделах пищеварительной системы. Иными словами, если у вас нет обострения парадонтоза, стоматита, эзофагита, гастрита, гастрододениита, в том числе эрозивного, язвы желудка либо двенадцатиперстной кишки, вы можете использовать как морковку с бета-каротином, так и морковку с витамином А в своем рационе питания для вашего здоровья и активного долголетия. Если же вышеперечисленные заболевания вдруг обострились в разном наборе и в разной последовательности, то вы обязаны исключить из рациона морковку с бета-каротином. А вот морковка с витамином А в рационе может оставаться. И противовоспалительные свойства витамина А, а также ранозаживляющие свойства витамина А будут способствовать переходу этих заболеваний в состояние ремиссии. А выбор между тем какую морковку и как вам использовать вне обострения зависит конечно же от вас. Если эти условия вы учли и понимаете какая морковка вам лучше для вашего здоровья, то не торопитесь переходить на другое видео. Потому как есть одно очень важное условие, которое резко увеличивает эффективность применения моркови в диетическом питании. И вы его узнаете прямо сейчас. Еще одно очень важное условие правильного использования в питании как морковки с бета-каротином, так и морковки с витамином А хорошее состояние печени. Иными словами, если вам не знакомы такие диагнозы как хронический гепатит, либо острый гепатит, жировой гепатоз, стеатый гепатит любого происхождения, то употребляя морковку либо с бета-каротином, либо с витамином А, ваша печень способна накапливать витамин А разопас и выдавать его в случае, если вы не так регулярно используете тот или иной вид моркови. Особенно это важно, если вы в питании используете морковку с бета-каротином. Потому как обострение различных заболеваний, о которых я уже сказал ранее, может накладывать лимит на употребление этой моркови. Но в случае, если у вас здоровая печень, беды не будет. Если, конечно, ограничения в употреблении морковки с бета-каротином у вас будут не такие продолжительные и не так часто возникать. Если же у вас явление гепатита, хронического острого, неважно какой этиологии, жирового гепатоза, стеатогепатита присутствует, в этом случае ваша печень не может полноценно накапливать витамин А, поступающий в данном случае с морковкой или с другими источниками витамина А. И вы заложник ситуации, когда витамин А нужен постоянно, а морковка с бета-каротином постоянно поступать в организм не может. И здесь у вас выбор простой. Безусловно, лучше употреблять морковку с витамином А. А вот как правильно выбрать морковку именно с витамином А, и как правильно ее жевать, вы узнаете прямо сейчас. Как же не ошибиться в своем выборе и выбрать часто более полезную для здоровья морковку с витамином А? Тем более, что они могут расти на одном поле, быть примерно одного размера, одной формы, примерно одного цвета, но цвет заметен в сопоставлении. Если вы возьмете их порознь, вы можете совершить ошибку. А цена вопроса существенна. Если морковка с бета-каротином содержит одну молекулу бета-каротина, то морковка с витамином А содержит 2 молекулы витамина А в два раза больше. Соответственно, если тут 2, то тут уже будет 4. А это существенно. И тестер он очень простой. Я думаю, что он есть у каждого в доме. Или практически у каждого. Это обычная вилка. Вы берете вилку и пытаетесь проткнуть морковку с бета-каротином. Это достаточно тяжело. Не протыкается. Берете морковку с витамином А. И легко протыкаете эту морковку. Вилка держится. И в этом случае вы не ошибетесь. В этой морковке много витамина А. Который легко использовать. Даже при наличии различных заболеваний со стороны пищеварительной системы. Как минимум. Но! Морковку с бета-каротином не стоит сбрасывать со счетов. В одном из следующих видео я расскажу, как правильно обрабатывать такую морковку. Чтобы получить от нее больше пользы. Как вы понимаете, жевать вот такую плотную морковь достаточно проблемно. А такую мягкую переживать легко и просто. Отличие между ними простое. 20 минут времени. Вы в кипящей воде. И у вас морковка с бета-каротином превращается в морковку с витамином А. При термической обработке. Небольшой термической обработке моркови. Бета-каротин расщепляется. И вас уже не интересует состояние ни пищеварительной системы. Ни желудочно-кишечного тракта. Где в стенке кишечника должен превращаться бета-каротин в витамин А. Ни состояние печени в которой тоже может происходить этот процесс. В случае если в пищеварительной системе бета-каротин смог усвоиться. А для него там достаточно серьезные сложности. Созданы. Но они преодолимы. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Стоит ли поставить хороший лайк на него. Потому как вы понимаете где же польза от употребления той или иной моркови. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Но прежде чем закончить это видео. Я бы хотел вам напомнить золотое правило правильного питания. Я бы сказал древнейшее правило. Твердую пищу нужно пить. Иными словами. Несущественно вы употребляете морковь сырую. Тушеную. Отварную. Запеченную. Вам ее нужно измельчить до кашицеобразного состояния. При котором она мало отличается от воды. И только после этого вы имеете право ее проглотить. Но! Если вы немножко сэкономили на термической обработке. Понятно вы потеряете немножко больше времени на измельчении сырой моркови. И ребенку понятно какую морковь жевать тяжелее до нужного состояния. Но это не единственная сложность в употреблении сырой моркови. Напомню. Сырая морковь содержит бета-каротин. Это не активная форма. Это провитамин А. Но не активная форма. Которая при термической обработке. Либо в стенке тонкого кишечника. Невоспаленной. Либо в здоровой печени. Расщепляется на две молекулы витамина А. Уже на активную форму. И может оказывать те действия о которых я рассказал. Поэтому употребляя сырую морковь вы должны учитывать. Состояние полости рта. Состояние пищевода. Желудка. Поджелудочной железы. Желчного пузыря. Печени. Потому как на любом этапе может остановиться употребление моркови. В случае воспалительных процессов. Которые ограничивают употребление любой сырой пищи. В том числе и моркови. А также нарушится может превращение. Бета-каротина витамина А. Если у вас есть на последнем этапе. Редко встречал людей со здоровой печенью. Есть явление жирового гепатоза. Стояток гепатита. Либо гепатита. Либо хронический персистирующий гепатит. Как следствие когда-то в детстве. Или в молодости. Или в юности перенесенного гепатита. Полноценного превращения бета-каротина в активную форму. То есть витамина А не будет. И вы жалуетесь на ухудшение зрения. На снижение иммунитета. На развитие атеросклероза сосудов. Не дай бог на развитие онкологии. Это все следствие того, что вы теоретически бета-каротин или провитамин А вносили в свой организм. А провитамин А не превращался в активную форму. И не мог выполнить нужные для вас действия. Вот на этой позитивной ноте я все-таки это видео буду заканчивать. А в одном из следующих я привлеку к написанию видео нескольких очень известных экспертов. Очень важно, что у них очень серьезное экспертное мнение. Они подтверждают это практикой. Не теорией, как многие. А практикой. И это мнение независимо. Они имеют свое устойчивое мнение. Им не важны звания, знания других людей. Других субъектов, которые могут питаться различной пищей. Потому как они четко знают, как же правильно пережевывать ту или иную пищу, чтобы она приносила максимальную пользу, прописанную в справочниках, в учебниках. Химический состав тех или иных продуктов. Состав продукта и получение этих активных веществ на уровне клеток. Это не то, что две большие разницы. Это громадное расстояние между этими событиями. Между наличием в продукте и наличием этих веществ в работающей клетке. А вам именно это нужно. Вам не теоретическое нужно введение какого-то химического состава в своем рационе питания. А полноценное переваривание, усвоение в кишечнике. Транспорт по кровеносной системе. Поступление в санитую ткань клеткам. И только после этого клетки имеют возможность работать на том, что вы съели. До новых встреч на моем канале! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! Продолжение следует... Продолжение следует...